Вы знаете, у вас есть, ребята, девчата, уникальнейшая возможность влиться в эту очень большую и громадную семью, имя которой вы меховцы. И очень хочется, чтобы была такая уникальная возможность, которая зависит только от вас. Я вот прошелся по залу, там, в начале, по университету, то, что некоторые себе позволяют нарушить элементарный дескот, одежда. Позволили себе сегодня прийти в шортах, в бриджах. Ну, как-то, мне кажется, это не тот настрой для того, чтобы пять лет учиться здесь. Или это у вас такое отношение, что вы себе можете позволить прийти в сланцах, в тапочках на босу ногу. Я понимаю, что это сейчас модно, но никогда не забывайте, что можно на пляже, что можно в клубе, то не нужно на учебе. Ваша внутренняя готовность учиться, ваша внутренняя готовность через пять лет получить, пять с половиной лет у каждого по-своему, получить диплом одного из самых лучших учебных заведений, и, а я подчеркну, что это действительно так, ни один гражданский вуз не может похвастаться пятью космонавтами. А это чего-то стоит. И не просто, и вы с ними можете еще увидеться, они очень часто бывают здесь, в гостях. Но помните, что это зависит только от вас. Уже никакой школьный звонок вас не пригласит в аудиторию, а только с собственной стержень прийти и учиться. Открою маленький секрет. В понедельник военмех ждет почти 1800 первокурсников, а через пять лет в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи диплом получает, как правило, порядка 850-900 человек. Военмех ждет самое первое место по отчислению студентов. Это вы аплодируете тому, что вы, наверное, останетесь. Мне очень хочется верить, что эту статистику вы, именно вы, нарушите. И закончен примерно из 1600 первокурсников 1599 выпускников военмеха. Ну а сейчас включайте нам хорошую мелодию. Я говорю, вы аплодируете, вы стреляете.